Здравствуйте, меня зовут Вайнштейн Кристина Дмитриевна. Я нейропсихолог, медицинский психолог со специализацией по когнитивно-поведенческой психотерапии. Занимаюсь психологическим консультированием, а также патопсихологической и нейропсихологической диагностикой. Сегодня мы поговорим о программе Brain Scan, основными задачами которой являются измерение состояния когнитивных способностей, выявление симптомов и когнитивных дисфункций, а также выявление риска наличия различных расстройств. Что же входит в программу Brain Scan? Консультация медицинского психолога, это клиническое интервью и беседа, нейропсихологическая диагностика, также предоставление нейропсихологического отчета, заключения и в случае необходимости определение подходящего вмешательства и коррекции. В клинике Хадаса существует несколько вариантов программы Brain Scan. Первая программа, которую хотелось бы обсудить, это диагностика нарушений памяти. Задачей данной программы является оценка работы мозга, связанная именно с памятью. Здесь мы оцениваем основные характеристики памяти. Это объем, точность, скорость запоминания, длительность сохранения, лоббильность и помехоустойчивость. Основными тестируемыми способностями являются образная память, оперативная память, кратковременная память, непроизвольная и произвольная память, а также ассоциативная память. По результатам диагностики определяются симптомы нарушения памяти, выявляются слабые и сильные стороны, выдается заключение с описанием оценки состояния памяти и в случае выявления симптомов и когнитивных дисфункций определяется необходимая коррекция и вмешательство. При необходимости рекомендуется консультация профильного специалиста для дальнейшей диагностики. Теперь поговорим о программах, задачей которой является комплексное изучение работы мозга и когнитивных функций. Это общая когнитивная диагностика и когнитивная диагностика для людей старше 55 лет. В общий профиль когнитивных способностей, включенных в нейропсихологическое обследование, входит Первое – это внимание. Здесь исследуется распределение внимания, концентрация внимания, объем и устойчивость внимания. Второе – это восприятие. Здесь мы тестируем объем восприятия, оценку, распознавание, пространственное, зрительное и слуховое восприятие. Третье – это память. Образная, оперативная, кратковременная и ассоциативная, а также произвольная и непроизвольная память. Четвертое – это координация. Здесь мы анализируем зрительно-моторную координацию и время реакции. И пятое – рассуждение. Проверяем скорость обработки информации, планирование и когнитивную гибкость. По результатам диагностики определяются симптомы нарушения функций, выдается заключение, определяется, являются ли изменения когнитивных способностей нормальными для возраста человека, или они могут указывать на нефрологические или другие расстройства. Третьей и четвертой программами являются нейропсихологические тесты на болезни Паркинсона или Альцгеймера, задачей которых является выявление когнитивных симптомов этих болезней и выявление проблем, связанных с моторикой, движением, речью, сном или с памятью. Эти программы являются комплексным скринингом, позволяющим оценить индекс риска наличия расстройств. Пятая и шестая программы – это диагностика бессонницы или депрессии, которые включают в себя выявление эмоциональных, физических и когнитивных дисфункций, а также изучение состояния когнитивного профиля по всем вышеперечисленным способностям. Седьмая программа называется «Когнитивный комплексный скрининг» и оценка индекса риска присутствия когнитивного нарушения после лечения онкологического заболевания. Задачей данной программы является выявление симптомов нарушения памяти, внимания, концентрации и способности решать различные умственные задачи, связанные с побочными эффектами химии и гормонотерапии при онкологических заболеваниях, а также исследовании эмоциональной личностной сферы. Более детальную информацию о программах и их содержании можно узнать на сайте. До встречи в Хадаса Москва!